Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать. Меня зовут Рик Реннер. Очень рад, что вы с нами сегодня. Хочу начать с благодарности за то, что вы позволили мне войти в ваш дом с этим учением Слова Божьего. Для меня большая привилегия и честь, что вы уделили мне время. Спасибо вам. Сегодня, я уверен, вы узнаете много нового из Библии. Мы изучаем первую главу книги Откровения, в которой разбираем видение апостола Иоанна о Христе, которое он получил на острове Патмос. Сегодня мы приступим к подробному разбору видения. Поэтому приготовьте бумагу и ручку. Откройте Библию на первой главе книги Откровения, и давайте вместе погрузимся в изучение. Начнем с 11 стиха. Мы уже читали его, но я сделаю краткий обзор. Здесь говорится, что Иоанн увидел Христа. Давайте начнем с 10 стиха, где Иоанн пишет. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Итак, Иоанн, как мы рассматривали ранее, находился в пещере на острове Патмос. Если вы не видели предыдущие программы, посмотрите видеоархив на нашем сайте, потому что они насыщены информацией исторического и богословского характера о том, что произошло в первой главе книги Откровения. Я уверен, что вы обнаружите много нового для себя. Еще раз посмотрим 10 стих. Иоанн сказал, «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя». Слово «позади» в греческом тексте имеет очень конкретное значение и описывает положение объекта в пространстве. Иоанн сообщает, что источник голоса находился буквально позади него, и мы вскоре увидим, что в этом визите был физический элемент. Иоанн физически обернулся, чтобы увидеть того, кому принадлежал этот голос. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Труба — это инструмент, который в Писании всегда используется для провозглашения или оповещения. Голос Иисуса прозвучал громогласно, как трубный зов. Библия говорит, что Иоанн услышал громкий голос. Громкий по-гречески «мега» и голос по-гречески «фоне». Это был очень громкий голос. Далее указано, что «голос говорил». Это глагол, обозначающий длительное или повторяющееся действие. Иисус говорил и говорил, привлекая внимание Иоанна. Он говорил, «Я есть альфа и омега, первый и последний». Эту фразу мы уже разобрали, поэтому пойдем дальше. «То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквям, находящимся в Асии». И он перечислил семь церквей, находившихся в основных городах, расположенных на одной дороге в Асии. «В Ефес», «Смирну», «Пергам», «Феатиру», «Сардис», «Филадельфию» и «Ладикию». 12 стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников». Еще раз сделаем краткий обзор 11 стиха, где упоминаются семь городов, в которых находились семь церквей книги Откровения. Первым назван «Эфес». Этот город являлся своего рода вратами в Асийский регион. Если кто-то добивался успеха в Ефесе, перед ним открывались двери в Асию. Святой Дух совершил мудрый, стратегический ход, послав Павла сначала туда, поскольку если Евангелие получило бы распространение в Ефесе, то это открыло бы двери для благовестия по всей Асии. Существуют места стратегического значения, куда Бог может направить вас. Вам эти места могут показаться не столько важными, но Он знает, что благодаря им перед вами откроются другие двери. Таким местом для всей Асии являлся город Ефес. Следующим в списке стояла Смирна, которая располагалась всего в 55 километрах от Ефеса. Нам известно, что в течение многих лет или даже десятилетий пастором Ефесской церкви был Тимофей. Недалеко от Ефеса, в Смирне, нес пасторское служение человек по имени Страдий, о чем мы знаем благодаря документу, датированному II веком н.э. В нем переводится список пасторов в Смирской церкви. Первым в этом списке стоял Страдий. Известно, что Поликарп возглавил эту церковь позднее, но ее первого пастора звали Страдием. Он был рукоположен апостолом Павлом. Ранние летописцы сообщают, что он также был старшим братом Тимофея. Несмотря на то, что его имени нет в Священном Писании, христианские летописцы занесли его в списки и указали на его родство с Тимофеем. Я думаю, что это очень интересный факт о ранней церкви. Тимофей, младший брат, нес пасторское служение в самой крупной церкви, в Ефесе, в то время как его старший брат служил в небольшой гонимой церкви в Смирне. Мы не знаем, была ли между братьями конкуренция, или наоборот, их объединяла братская любовь, но наверняка в их отношениях было много интересных моментов. У одного — большая церковь, у другого — поменьше, но они оба стояли в служении, и благодаря их родственным связям между церквями в Ефесе и Смирне также имелись определенные отношения. Далее Иисус сказал Иоанну написать письмо «Пергамон» или «Пергамон», где проживал проконсул, правитель Асии. Этот город представлял особую важность. Все, что происходило там, влияло на обстановку во всей Асии. Гонения зарождались в Пергамоне. Тень пергамских гонений неизбежно падала на весь асийский регион. Любое событие в Пергамоне так или иначе получало отклик по всей Асии. Поэтому очень важно, чтобы в этом городе была церковь. Известно имя первого пастора — Антипа. Оно упомянуто в книге «Откровения» 2.13. После Антипы, согласно ранним христианским летописям, пастором стал человек по имени Гай. Возможно, именно Гай был пастором Пергамской церкви в момент написания Иоанном в книге «Откровения». Как прекрасно, что мы знаем так много благодаря ранним христианским летописцам, которые сохранили для нас историю. Слава Богу за людей, которые пишут. Следующим городом на пути была Феотира. Ее построили для защиты Пергамона. Пергамон был королевским городом. Он представлял большую ценность. В нем располагалась резиденция римского проконсула. Поэтому Феотира служила своего рода баррикадой от возможных захватчиков с Востока. И в этом городе находилась церковь. Далее следовал город Сардис, где жил легендарный царь Крёс, самый богатый человек своего времени. Он возглавлял Лидийское царство, столицей которого был Сардис, где тоже была поставлена церковь. Следующим городом на пути, в восточной части Асии, была Филадельфия. Интересно, что Иисус, обращаясь к Филадельфийской церкви, сказал, «Я отворил пред тобою дверь». Это очень важно, потому что город Филадельфия был дверью на восток. Через него лежал путь в восточные земли. Иисус сказал, что открыл перед этой церковью дверь, потому что на этой общине лежала миссионерская задача. Иисус сказал церкви Филадельфии, что он открыл дверь для дальнейшего продвижения на восток. Далее следовал город Ладикия. Это был очень богатый город. Я был там много раз. Даже руины поражают воображение. Очень богатый город. Иисус в третьей главе книги Откровения сказал, что церковь Ладикии разбогатела и ни в чем не имеет нужды. Увидев ладикийские развалины, можно понять, почему он так сказал. По подсчетам археологов, здесь было по меньшей мере четыре с половиной тысячи магазинов. Город Ладикия был действительно богатым местом. В каждом из этих городов были церкви. Все церкви имели свои достижения и были важны. Однако у каждой из них нашлись и проблемы. Иисус хорошо знал все эти церкви. Послушайте внимательно, потому что это очень важно и связано с нашим изучением первой главы книги Откровения. Обращаясь к каждой из семи церквей, Иисус говорил, «Знаю твои дела». Он произнес эту фразу семь раз. Все семь раз, говоря, «Знаю». Он употребил греческое слово «ойда», образованное от корня «видеть» или «наблюдать лично». Другими словами, то, что Иисус знает об этих церквях, не является информацией, которую кто-то сообщил Ему в молитве. Иисус не пользуется сведениями, полученными из вторых рук. Он лично знает каждую церковь. Он был в тех церквях, о чем мы узнаем в Откровении 2.1, где говорится о том, что Он ходит посреди семи золотых светильников. Он находится в церквях, и ойда, «Я знаю». «Знаю не потому, что кто-то поведал мне об этом в молитве». «Не со слов ангела». «Я знаю сам». «Я видел все своими глазами». «Я лично наблюдал за вами». «Вот что я знаю о вас». Он говорит, «Знаю твои дела». Слово «дела» по-гречески «эрго». Более точным переводом фразы было бы «Я знаю о тебе все». «Знаю все о твоей деятельности». «Нет ничего, чего бы я не знал о тебе». Иисус хорошо знал все семь церквей, и большие, и маленькие. Иногда мы думаем, что только крупные церкви получают все внимание. Но здесь мы видим, что внимание уделяется каждой церкви. Иисус ходил как посреди самой большой церкви, так и посреди самой маленькой христианской общины. Обращаясь к крупнейшей семи эфесской церкви, Иисус сказал, «Ты оставил свою первую любовь, и Он повелел ей покаяться». Церкви в Смирне Иисус сказал, «Я знаю, что вы страдаете». И ни в чем ее не обличил. В пергамской церкви Господь сказал, «У тебя проблема, потому что в твоей среде преподаются доктринальные заблуждения». И приказал ей покаяться. Церкви Феотирии Иисус также указал на заблуждение в учении. «Вы пошли на компромисс с миром. Среди вас есть женщина по имени Изавель, которая соблазняет моих служителей, повелевая вам покаяться». В 3 главе книги Откровений Иисус обращается к Сардийской церкви. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Ты умираешь». Он приказал ей покаяться и укрепить то, что еще осталось. В адрес церкви Филадельфии Иисус обратил следующее слово. «Я знаю все о тебе, знаю обо всех твоих проблемах и отворил пред тобою дверь». Он сказал церкви Владикея, «Я знаю твои дела». Снова слово «Ойда, я был у вас, я все видел сам». Слово «дела», по-гречески «эрго». «Я знаю все, что ты делаешь. Нет ничего, что мне было бы неизвестно». Иисус также сказал, «Ты говоришь, что богат, но ты страдаешь духовной слепотой и нищетой. Я стою на пороге, стою у твоих дверей и стучу». Лаодикийская церковь стала настолько мирской, так развратилась, что Христос, стоявший у ее порога, просил впустить его. Все эти семь церквей были хорошими, но у каждой из них имелись проблемы, за исключением, вероятно, Смирской и Филадельфийской церквей, которые сталкивались с различными испытаниями, но они не допустили в свою среду доктринальные отклонения. Почему я обо всем этом говорю? Слушайте внимательно, и все узнаете. Еще раз взглянем на конец 10 и начало 11 стиха. «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли к церквям, находящимся в Азии». Далее он перечисляет семь городов. В Эфес, Смирну, в Пергам, Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию и Ладикию. Двенадцатый стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос». Слово «обратился» передает смысл реального физического движения телом, которое выполнил Иоанн, что свидетельствует о его нахождении в физическом мире, когда происходило то, что он описывает. Иисус говорил, находясь за его спиной. Об этом мы читали в 10 стихе. «И поскольку источник голоса был за Иоанном, ему пришлось обернуться, чтобы увидеть голос, который обращался к нему». Голос увидеть нельзя, его можно услышать. Зачем нужно оборачиваться, чтобы увидеть голос? Позвольте привести вам пример. Если бы моя мать стояла позади меня, и я бы слышал ее голос, я бы узнал, кому этот голос принадлежит. И я бы обернулся, чтобы посмотреть на нее. Я бы узнал ее голос, не глядя, но я бы повернулся, чтобы увидеть свою маму. Ее голос привлек бы меня. Ведь я знаю его. И я бы обернулся, поскольку он мне знаком. Иоанн услышал за своей спиной голос, зная, что тот принадлежит Иисусу. Он знал это. Услышав голос, он обернулся, чтобы посмотреть на говорившего. И он знал, кого он увидит. Однако, когда Иоанн посмотрел на Иисуса, он увидел Господа, каким никогда раньше не видел. Иисус не стал другим. Он никогда не меняется. Посланник евреям 13.8 говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Но некоторые черты Иисуса были закрыты для глаз Иоанна. И как мы разобрали в первом эпизоде, слово «откровение» в первом стихе первой главы книги Откровения имеет значение «убрать завесу» или «поднять занавес», чтобы можно было разглядеть, что находится за визуальной преградой. В первой главе книги Откровения завеса убрана, чтобы мы могли рассмотреть некоторые черты Христа, которые никто никогда не видел. Продолжим чтение 12 стиха. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною». Слово «говорить» в оригинале означает «вести беседу». Голос беседовал с Иоанном. Христос вовлекал его в диалог. Христос всегда хочет, чтобы мы разговаривали с Ним. Господь желает общаться с нами. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников». Кого ожидал увидеть Иоанн? Он обернулся, чтобы увидеть Христа. Но обернувшись, вместо того, чтобы в первую очередь увидеть Иисуса, что он увидел? Его внимание, прежде всего, привлекли семь золотых светильников, а не Иисус. Из той же главы мы знаем, что семь золотых светильников — это семь церквей Асии. Здесь же они символически представлены в виде семи золотых светильников. Я объясню, почему я вернулся к этой иллюстрации. Слово «светильник» по-гречески «лукнос» означает лампу, заправленную маслом, не свеча, подобны тем, что у многих из нас есть сегодня. Иоанн описывал масляную лампу. Я покажу вам несколько таких ламп, изготовленных в первом веке. У меня есть небольшая коллекция древних светильников. У этой лампы круглая форма, её верхней части — фигурка человека, приносящего жертву Богу. Каждый светильник отличался от других. Они были украшены по-разному, имели разные эмблемы, замысловатые элементы. Они были одинаково устроены и выполнены, как правило, в едином стиле, но поскольку их изготавливали вручную, каждая лампа чем-нибудь отличалась от других. Невозможно было сделать два абсолютно одинаковых светильника. Впрочем, общим для них было строение, округлая форма и масло в качестве топлива, ручка, за которую брался владелец, чтобы держать светильник, и, направляя его, освещать путь в темноте. Также каждая лампа оснащалась заливным отверстием, куда наливалось масло. В другое специальное отверстие вставляли фитиль, который, пропитавшись маслом, мог гореть и освещать темное помещение. Такие светильники могли гореть очень долго. И, как я уже сказал, они отличались внешне. Этот выглядит вот так. У этого такое же устройство и функции, но, как видите, он имеет еврейские украшения. Эта древнегреческая масляная лампа была изготовлена еще до нашей эры. Все они настоящие, это древние артефакты, и они очень важны. Символизм в Священном Писании имеет большое значение. Не бывает двух одинаковых церквей. У нас могут быть схожие функции, одинаковые цели. Мы являемся сосудами для Святого Духа, потому что мы — Церковь, дом Божий, храм Святого Духа. И мы носим в себе елей Святого Духа. Господь имеет право направлять нас точности, как масляный светильник, в любую сторону, куда ему угодно. Светильники в Первом веке светили в разном направлении. Их использовали для того, чтобы приносить свет в различные места, где раньше была тьма. Подобно этому, у каждой церкви есть свое предназначение и призвание. Не сравнивайте свою церковь с другими, поскольку Бог, вероятно, ведет вашу церковь несколько иначе. У каждой лампы было заливное отверстие для масла. Чтобы проповедовалось Евангелие, необходимо масло, которым наполняли лампу. Церковь должна исполниться елеем Святого Духа, и тогда зажжется огонь. Когда мы насыщаемся Святым Духом, то становимся светом во тьме. В этом такой глубокий смысл. Однако, древние лампы изготавливались из глины. У них были дефекты и недостатки. Они часто разбивались, и их легко было заменить. Но в изучаемом нами стихе упоминаются светильники не из глины, а из золота. Золото, по-гречески «крусас», было самым драгоценным металлом в то время. Более ценного металла, чем золото, не существовало. Иисус говорит, «Эти церкви для Меня не глиняные лампы. У них нет недостатков. Они золотые». В наши дни люди подмечают различные недостатки в церквях. Люди выражают недовольство пасторам. Они прекрасно знают, что можно сделать лучше. Они видят неподобающие вещи в церквях. Конечно, церковь может быть лучше. Но мы знаем, что происходило в тех семи церквях. У них были серьезные проблемы. Иисус обличил пять из них и велел им покаяться. Но даже зная об их недостатках, Иисус сказал, «Они как золотые светильники для Меня». Он заплатил за них высокую цену. Он ускупил их, пролил за них свою кровь. Они были сосудами Святого Духа. И несмотря на то, что с человеческой точки зрения они обладали рядом недостатков, Иисус сказал, «Это не имеет значения, они из золота». Если таково мнение Иисуса о церкви, нам необходимо также относиться к Его невесте. Мы должны ценить церковь и понимать, что она как золото для Иисуса Христа. И такой же она должна быть для нас. Обратите внимание на следующее описание в 13 стихе и посреди семи светильников. Снова используется слово «лукнос». Посреди этих семи светильников, символизирующих семь церквей, Иоанн увидел подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Заметьте, что Иисус находился посреди семи светильников. Слово «посреди» по-гречески «месос». Означает «быть в самом центре». Иисус был не в отдалении. Он не сторонился церквей из-за их недостатков и проблем. Иисус был рад находиться посреди них, даже если в этих церквях имелись свои внутренние проблемы. Для Него они были золотыми. Он любил их. Они были сосудами для Святого Духа. Они светили во тьме. Они были Его народом, выполняющим Его поручения на земле. Христос находился посреди семи золотых светильников. Посмотрите, как выглядел Иисус, стоящий среди светильников. Это очень сильное описание. Он был подобен Сыну Человеческому. Быть подобным означает походить на Сына Человеческого. Он походил на Человека, но Иоанн увидел Его совершенно по-другому. Да, Он походил в чем-то на Иисуса, которого апостол знал раньше, но теперь Он выглядел иначе. Он походил на Сына Человеческого, но многое теперь отличалось от прежнего образа Иисуса. Например, на Нем была особая одежда, падир, длинное одеяние, золотой пояс. С 14-го стиха и далее мы читаем «Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих, он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». С одной стороны, Иоанн говорит, что узнал в Нем Иисуса. Он имел схожие черты с Сыном Человеческим, но теперь апостол мог разглядеть другие черты Иисуса, которые ранее ему были недоступны. Но посмотрите, что Иоанн упоминает в первую очередь, что он заметил прежде всего. Вы могли бы предположить, что вначале Иоанн заметит горящие, как пламя глаза, или меч, выходящий из его уст, или его ноги, сияющие, как раскалённая в печи медь. Иоанн мог обратить внимание сначала на всё это. Но нет. Что он описывает прежде всего? Первое, что увидел Иоанн, и это очень важно понимать, длинное одеяние, подир. При этом были видны ступни Иисуса. На них не было обуви. Он был босым. Именно таким описывается внешний вид первосвященника в 28 главе книги Исход. Прежде чем мы продолжим разбор первой главы книги Откровения, обратите внимание, что ноги Иисуса были подобны Халкаливану или раскалённой меди. Медь в Библии символизирует суд. Иисус пришёл судить церкви, которые не покаются. Но мы увидим, что Господь милостив. Прежде чем говорить об Иисусе, который несёт праведный суд, прежде чем увидеть в Господе судью, Иоанн видит в нём первосвященника. Иисус стоит посреди церкви. На нём священнические одеяния, потому что он первосвященник. Посланник евреям говорится, что он вечный ходатай, стоящий посреди церкви. Он знает о её проблемах и трудностях, но он также считает её золотой. Он не отстраняется от неё. Он великий первосвященник, стоящий посреди своих церквей. И он молится за них. Он жаждет, чтобы они услышали его голос. Он ходатайствует об их покаянии. Он молится, чтобы они прошли свой путь. Он умоляет их быть победителями. Он стоит в молитве за церкви, как их великий первосвященник, находящийся посреди них. И только после этого Иоанн приступает к описанию всего остального, что он увидел, Христа в его славном явлении. Но время нашей программы подошло к концу. С нетерпением ожидаю следующего эпизода, который мы продолжим с того, на чём остановились сегодня. Спасибо, что были со мной сегодня. Если у вас есть молитвенные нужды, сообщите нам о них, и мы будем молиться за вас. Воспользуйтесь информацией, которая на вашем экране, чтобы связаться с нами. Наша команда начнёт молиться за вас, как только получит ваше сообщение. Мы очень серьёзно относимся к этому. Помните, о чём говорится в книге Экклесиаста 8.4, где слово Царя, там власть. Пусть сила Слова Божьего высвободится на вас сегодня. Увидимся в следующей программе. Библейские события оживают на страницах книги Рик Реннера «Свет во тьме». Откройте для себя мир Нового Завета и отправьтесь вместе с автором в древние города, где были основаны первые церкви. Оцените важность посланий Иисуса Христа этим церквям, а также их актуальность для современной церкви. На страницах этого глубокого исследования Рик Реннер раскрывает тайны древнего мира и описывает трудности, с которыми столкнулись христианской церкви в языческом мире. Исторический контекст и увлекательные детали позволят вам оценить глубину Писания и понять, как откровения Нового Завета применимы к нам сегодня. Прекрасно оформленное печатное издание содержит около 600 страниц. Посредством фотографий, иллюстраций и глубоко развернутых комментариев Рик Реннер воссоздает атмосферу и оживляет исторические события Нового Завета. Скачайте бесплатно ознакомительную версию книги «Свет во тьме». Том 1. в деталях расскажет вам о пребывании апостола Иоанна на острове Патмос, а также о его встрече со Христом. Окунувшись в атмосферу событий первого века, вы сможете почувствовать то, что пережил Иоанн, находясь рядом с Иисусом. Эта книга углубит ваши знания о личности Христа и поможет по-новому взглянуть на многие библейские истины. Скачайте ознакомительную версию бесплатно на сайте ignc.org здравствуйте, меня зовут Джоу Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает нам распространять Божье Слово. Сегодня церковь и общество все дальше отходят от библейского учения и все больше полагаются на мотивационные источники. Многие люди читают книги по саморазвитию, обходя стороной Библии, или же относятся к ней как к очередному справочному пособию. Однако мы должны строить свою жизнь на том, что говорит Библия. Писание является Словом самого Бога и единственной истиной среди религий мира. И мы стремимся к тому, чтобы каждый человек строил свою жизнь на Слове Божьем. На протяжении десятилетий поддержка наших партнеров помогла нам открыть много новых церквей. В нашей церкви мы делимся достоверным учением на основании Библии как единственного источника истины. В 105 стихе 118 главы книги Псалмов Слово Божье названо Светильником в ноге и Светом в стезе нашей. Мы должны всегда помнить об этом, если мы хотим пройти свой жизненный путь во свете. Мы развиваем интернет-церковь, чтобы наши служения могли смотреть люди в разных городах мира, распространяя Божье Слово по всему лицу земли. Мы приглашаем вас стать нашим партнером и помочь нам нести библейское пробуждение все большему числу людей в вашей стране и по всему миру. Мы здесь, чтобы исполнить наши видения. Донести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. И ваша поддержка очень важна для нас. Каждый из нас делает свою часть. Прямо сейчас, не выходя из дома, вы можете стать нашим партнером и посеять наше служение. Ведь, помогая нам, вы помогаете другим. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин